Главные герои, конечно, ветераны, их встретили цветами и аплодисментами. После чего по площади Ленина проехал БТР-80 и УАЗ. Далее войска Рязанского территориального гарнизона прошли маршем по главной площади города. Из года в год входим на парад. Для нас это очень почетный праздник. Чтем ветеранов, покупаем цветы, дарим на всех мероприятиях. Да, конечно, это замечательный праздник. Я считаю, мы должны все знать об этом. Все поколения наши должны обязательно помнить об этой войне. Курсанты училища ВДВ пронесли 200-метровую копию знамени Победы, после чего стартовала акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 40 тысяч рязанцев. За сухими цифрами кроются судьбы реальных людей, чей подвиг подарил жизнь всем нам. В очередной раз по улицам Рязани прошел «Бессмертный полк». Мы решили присоединиться к шествию и пообщаться с участниками. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, кто у вас на фотографии? У нас прадедушка! Вон, Маша, расскажи! Дисклин Василий Васильевич, родился 1925 году. Пошел на войну 1943 года. Был ранен и умер рано. Но я им всегда горжусь. Я всегда люблю 9 мая, потому что это мой самый любимый праздник. Кто у вас на фотографии? Расскажите. Это наш родной дядя, родной брат нашего папы. Да, Георгий Андреевич, он погиб на Брянщине при взятии села Вчинец в Брянской области. Ему было всего 19 лет. Я очень благодарна моим родителям, что они дали нам свободу, что дали нам жизнь. Вот, и я хочу. В этом году им исполняется 100 лет. И вот я пришла, чтобы отдать дань и уважение своим родителям. В акции «Бессмертный полк» принял участие глава региона Николай Любимов с семьей. Ну, у детей были портреты их прадедушек, вот, Кузьмина и Никитина. А у нас с женой были портреты двух героев, которые здесь, в Рязанской области, родились, которые прошли войну, но у которых сейчас, в настоящее время, нет родственников. В частности, вот у меня был портрет Дениса Васильевича Евдокимовича, враженца Кореева-Брыкина, в деревне Пронском районе. Тогда еще Пронского уезда он родился в 1914 году. В 1943 году отличился при Курской битве. И ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Принимал участие в шествии «Бессмертного полка» и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Он также уверен, что переоценить значение этого праздника просто невозможно. В каждой семье практически есть те люди, свои герои, которые воевали. Об этом свидетельствует достаточно массовое шествие «Бессмертного полка» в Рязани. Всех рязанцев хочется поздравить с Днем Победы, пожелать счастья, благополучия и мирного неба над головой. С портретов на современный город смотрят солдаты, которые до сих пор живы в сердцах своих близких. И они будут жить, пока их помнят. Во время шествия «Бессмертного полкана» от площади Ленина пролетела авиационная группа из самолетов Ил-78 и Ту-160, которые принимали участие в параде на Красной площади. Впервые в этом году курсанты военных возов по центральным улицам пронесли флаги 13 городов-героев. Далее прошел смотр, строя и песни. Праздник со слезами на глазах – эта фраза стала уже привычной. Однако те, кто видел все ужасы войны, относятся к ней совсем иначе. Василию Заяцу было 4 года, когда закончилась война. Он плохо помнит те годы. Сейчас ему почти 80, но некоторые воспоминания забыть невозможно. В руках Евгения Егорова портрет матери, дяди и отца. Удивительно, что отец прошел всю войну, а погиб в Польше за день до победы – 8 мая. Сама же Евгения была узницей фашистского концлагеря Клоога в Эстонии. Попала туда, когда ей не было и года. Провели мы там около 4 лет. Маму уводили там на работы. Мы оставались. Но самое страшное, что я не очень помню. А вот сестра хорошо помнит, когда подгоняли вагонетки по утрам. И матери вынуждены были выбрасывать мертвых детей за ночь, которые умирали. Евгения Ивановна помнит и невероятно вкусный хлеб, суп и котлету. Эти блюда она впервые попробовала из рук советского солдата. Еще один свидетель тех страшных лет – Иван Григорьевич Киричук. Его село Юстинград в 41-м году захватили немцы. Трудоспособное население они отправили в Германию. А стариков и детей до 8 лет оставили на месте. Ивану Григорьевичу тогда было 7 лет. Чтобы приблизить победу, он помогал партизанам. 9 мая 45-го он помнит, как сейчас. О победе знали. Были на поле в колхозе. И передали. Там громкоговоритель в селе был такой, рупор. И он передал, что Германия капитулировала. Везде была радость, победа. Прибежали в село, кто что мог, собрались. Все обнимались, целовались. Победа. После парада победы торжественные гуляния проходили на разных площадках города. Мария Рудаин, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Телекомпания «Город».